Скоморохи и шуты Для нас это приятный сюрприз, что блинчики бесплатные. А так мы в парке гуляем часто. Нам парк очень нравится. Сегодня у нас тоже есть блины, но захотелось попробовать именно эти. Нежные, сладкие и вкусные. Маленький Дима ставит поварам твердую пятерку. Ну как? Вкусно. Как у мамы почти? Да. Не только полакомиться блинами, но и испечь их самостоятельно мог каждый. Для этого в парке установили несколько печей для приготовления блинов. Поздравить горожан с наступлением весны и вместе с ними напечь румяных блинов к празднику. В парк приехал глава округа Дмитрий Волошин. Прекрасный праздник. Провожаем зиму, встречаем весну. Как вы видите, много людей пришло. Это очень хорошо, что у всех такое прекрасное настроение. По словам главы Дмитрия Волошина, Масленица – один из самых атмосферных народных праздников, который каждого возвращает в детство. Кому бабушка не пекла блины? Самые вкусные это были блины от бабушки. Компанию на импровизированной кухне главе округа составили члены семей участников СВО. Видно, опыт сразу у вас большой. Да, сегодня как раз пекла с утра. По словам жены матерей химкинских бойцов, в Масленицу в их семьях всегда было принято угощать домашних блинами. Мы всегда печем блины, собираемся всей семьей. Я с уткаешка сгущенка. А муж? А муж у меня обычно ест их просто в голом виде. Блины в химках пекли всю Масленичную неделю. Ими угощали на городских ярмарках, в парках и на других общественных площадках. Всего за несколько дней в округе испекли 35 тысяч блинов. Я считаю, что вот такая вот хорошая организация Масленицы в нашем городском округе на самом первом месте, на высшем уровне. Я отдельно хочу сказать слова благодарности администрации нашего города за то, что они ежегодно уделяют большое внимание проведению мероприятия и провожанию Масленицы. Кульминации праздника в округе подготовились основательно. Гуляния интересные, есть разного вида развлечений, начиная от того, что местные производители продают вот такие вот поделки, которые можно купить. Есть разные народные единоборства и промыслы, которые можно будет попробовать. В этом году поучаствовать в народных Масленичных гуляниях в парк имени Толстого приехали более 10 тысяч горожан и гостей округа. Спасибо всем большое, что вы смогли в этот прекрасный день прийти и этот праздник отметить вместе с нами. Спасибо, химки! Желаю вам всем счастья, мира и добра, любви вам и вашим близким от чистого сердца. Считанные минуты до главного действа – прощания с зимой. Его традиционно знаменуют сожжением чучела. Двухметровая Масленица вот-вот вспыхнет пламенем. Народное поверье гласит, огонь уносит с собой все плохое. Обновляет и открывает двери в новое, светлое, чистое. Впереди всех православных верующих ждет Великий пост. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.